Итак, в прошлом видео я собирался ехать туда, к Шаризу, и заниматься своей армией. В общем-то, надо посмотреть, с кем мы воюем. Я уже забыл, с кем мы воюем. Так, отношения фракции, и мы воюем... О, мы воюем с Аранидами, господи! Так, прекрасно! Сейчас мы едем в Вингард. Так, еще посмотрим, еще одну вещь, предпринять действия. Я не могу нанять, значит, этого самого оруженосца. Крестьяне какие-то от нас убегают, вроде мы за ними гонимся. Так думают эти крестьяне, что мы за ними гонимся. Так, все! Управлять будем гарнизоном, посмотрим, что у нас тут делается. Ну да, делается у нас тут все, как делается. И мы, значит, здесь заберем вот этих вот сестер меча, саранидов вот этих заберем. А, нет свободного места. Значит, сестер меча дадим, а саранидов заберем. У нас здесь есть ярлы, шкиперы, атаманы у нас здесь есть. Мы возьмем атаманов. У нас должно быть уже три атамана. И посмотрим еще баши. Людоловы, блудница, следопыты, благородных гвардейцев, 20 человек. Ну, пусть будут. И здесь 19 у нас. Одного все-таки убили. Шкиперы, ярлы, пиратские, хозяины караванов, лучницы гвардии. Пока пусть будут лучницы здесь. Уходим из венгарда и едем в Шарис. По дороге надо продать этих саранидов кому-нибудь. Какому-нибудь, может, этому самому каравану. Некоторые бойцы у нас готовы к повышению. Караульный будет арбалетчиком. Даже не знаю. Тут грабят деревни в полный рост. Я могу, конечно, отдать этих саранидов. Почему не отдать, собственно говоря? Тан Рейланд. Явент. Это Тан Рейланд. Королевство Радоков. Владелик замок Унусдак и замок Грунвальд. Это тот Тан Рейланд. А, в прошлый раз вы сбежали от меня. Это было очень умно с вашей стороны. Ладно, я вам дам несколько бойцов на ем. Саранидский тяжелый арбалетчик. Одиннадцать человек. И нескольких бойцов. Я не забыл, не забыл. Тан, что ты мне должен. Тринадцать. Так, все, я их отдал. Мне нужно идти. Я не забыл, Тан, подожди. Скоро я возьмусь за тебя. Тринадцать с половиной тысяч динар перемещено в казну. Ну, вот, Граф Дилинар забрал сто восемьдесят три бойца из Гускала и так далее. И тому подобное. Сообщения идут косяком. Мы приезжаем в Нару. Будем управлять здесь гарнизоном. Ну, марки танка. Тут все, всех этих ребят отдадим. Конный страж, лучник и так далее. Насмотрщик за рабами. Всадник. Вигирский ратник. Вигирский секильщик. Охотник за рабами. Ушкуник, арбалетчик. Таежный разбойник. Ночной тать. Вот это всех мы этих ребяток отдадим. Так, где у нас тут есть ли баши? Вот у нас еще есть два баши. Вигирский копейщик. И лесной брат, вольный стрелок. Конный страж тоже отдадим пока. Или не надо. Или заберем конных стражей. Заберем пока конных стражей. Тут у нас вся конница такая, которая не требует. Это уже конечный результат. Так, Малайп, Яндасон, Найден, Лукас, Мательт. Командир отряда. Один командир отряда. Я не забрал командиров отряда из Генуарда. Одного мне, наверное, будет мало. Копеносец, оружеборец, меткий лучник. Вигирский меткий лучник. Готово. Управлять этим городом. Тюрьма еще строится. Еще будет строиться 44 дня. Значит, что тут мы посетим таверну? Нет, нам не надо таверну. Красивая нам не нужна. Рыночная площадь. Посмотрим, торгуются оружием. Что нам? Боевые луки. Тяжелый Моргенштерн. В общем, не нужен сейчас. Тяжелые двухшипные. Да возьмем тяжелый Моргенштерн. Господи. Так, назад. Так, доспехами. 50. Шлем, сестры, меча. Нам не нужны эти. Разные товары. Разные товары нам пригодились бы. Оливки. Хлеб. Так, вернуться назад. Уйти. Отряд. Ава. Говорит с тобой. На твои имущества. Тяжелые двухшипные стрелы. Тяжелые двухшипные стрелы. И здесь я посмотрю. Мательт. Поговорит с тобой. На твое вооружение. Снаряжение. У ней тяжелый Моргенштерн. Не важно. Мательт. О, кстати. Надо посмотреть в ней. На твоих навыках. Слишком слабовата она, конечно, эта самая. Не знаю, что ей дать. Упаковка ей, в принципе, не нужна. Перевязка ран, хирургия. Тактика слежения. Сбор трофеев ей. Тоже особо не нужен. Ну, ладно, покажу так. Пусть будет пока что так. Так, что там у нас? Кто у нас? Катрин. Поговорит с Катрин. На твое вооружение. Снаряжение. Тяжелый Моргенштерн у Катрин. Не важно. Катрин может организовать обоз. Она может организовать. Ну, в любой, в принципе, может. Утого, по-моему, там зависит от упаковки, по-моему. Да. Ну, обоз это будет отдельный отряд. Но это просто мешок, который будет бегать сзади. Все. Пока что он там малофункционален. Поэтому я обоз сделать не буду. И самое главное, что если ты один раз сделаешь обоз, ты уже не можешь его. Раз это самое, по-моему. Ничего с ним сделать уже. Все. Он так и будет, этот обоз. До конца игры. Поэтому я его делать не буду. По-моему, так. Я просто не хочу проверять. Потому что, я же говорю, что, ну, это можно, конечно, проверить. Сейчас создать. Потом перезагрузиться. Ну, не знаю. Не хочу я сейчас этого делать. Просто я помню, что, по-моему, его нельзя уже, этот обоз разогнать. Ничего ты сделал его. И все. Он уже будет навсегда, этот обоз. Так, что у нас там Молли? Молли, поговорить с тобой на твое вооружение и снаряжение. Тяжелый Маргенстерн и у Молли. Не важно, готово. Значит, мы заходим в лагерь, повозку с походным арсеналом. Здесь мы, значит, тяжелый Маргенстерн оставляем. У нас есть эти вот вещи, как тяжелый рыцарский шестопер. И еще один тяжелый рыцарский шестопер, который сейчас мы, в общем-то, дадим своим этим ребяткам. Отряд это у нас Бомбайд, я не знаю. Посмотрим, что у него у этого Бомбайда на твое вооружение и снаряжение. У него Маргенстерн. Ему дадим вот этот тяжелый рыцарский шестопер Бомбайду и Даниэль. Поговорить с Даниэлем на твое вооружение и снаряжение. У него тоже Маргенстерн. Ему дадим тоже тяжелый рыцарский шестопер. Назад, не важно. Маргенстерна мы сбросим опять в этот самый. Хотя нам надо не так, повозка с походным арсеналом. У нас есть еще парочка баши. И, в общем, надо сделать этих самых. У нас тут есть шапки, вот тут есть эти лошади. Назад, продолжить путешествие. У нас здесь есть, значит, в замке, ну, в городе Алаен Едена. Кто у нас тут еще есть? Ферентис, Бундук, Бахештур, Артеминер, Рольф, Марнит, Дешави, Клети. Ну, эти ребята пока, что, пусть погуляют. Кевин, Карл, Сет, Джулиан и Самуэль. Эмира, Джеремус, Борча, Низар, Лизалит. Ну, в общем, я сейчас буду их переодевать. И из баши, и как их, как, где они там, у меня. Атоманов. Я, наверное, попробую создать еще, значит, это самое, конницу. Ну, понятно, я уже показывал, сколько раз это делается. Поэтому делать я это не буду. Сделаю это за кадром. Ну, сейчас я съезжу, просто посмотрю, какой у нас зам, в замке Караф, гарнизон. Потому что я буду нападать. Он тут, Дьюл, как раз скачет, прекрасно. Саранистский султан и королевство Родоков заключили пакт о ненападении. Продолжить. Перемирие между свадьей и хирийское ханство подошло к концу. Так. В замке Караф у нас 500 человек. Здесь 90 мемолюков. 250, считай, 250. Саранистских воинов, 249. Меткие лучники, арбалетчики, конные лучники. Короче, гарнизончик я тебе дам. И вот тут вот есть Саранистский мир Дьюл скачет. Сейчас мы расправимся с Эмиром Дьюлом, а потом поедем, значит, это самое. Сделаем себе тяжелых коней. Так, все, Дьюл получил. Крепление из ружьих на стороне врага. Так. Ну, будем сражаться до конца. Дьюл это у нас такой же традиционный соперник, который постоянно получает от нас по шарабану. И все-таки еще хочет он. Все-таки хочет. Вон, на стрелке тоже пусть сядут в верху, он вдруг заспавнится. Все-таки он хочет еще. Угу. Получать и получать. Нравится ему. Мазохист. Мир Дьюл, мазохист. Ну, сейчас мы его разгромим, а потом поедем и, значит, наберем войск. Сделаем себе это самое, ищу тяжелых всадников в рыцарских. И после этого мы, короче, поедем в Венгард, заберем своих командиров отряда, которых я прохлопал не взял, и будем брать замок корабль. После того, как я возьму замок корабль, я, значит, расстанусь со сверогреком, и уже буду создавать свою королевство, уже мотель, будь к нему, верно. Я перешел на уровень 28. Ну, в общем-то, это не очень хороший результат в такое время, а только 28-й уровень. Ну, ладно, ради бога, почему бы и нет. Ну, в общем-то, я не обязан быть таким прямым. Ну, не знаю, в будущих версиях этого мода, который я тестировал, там, конечно, куда как легче было прокачать персонал. Такое время, у меня уже было, как мы, персонаж был, который был, 30-й, а сейчас только 27-й, еще и 30-й нет. Такое время, как мы, персонаж был, 30-й, еще и 30-й, еще и 30-й. Да, быстро мы, в общем-то, Дьюла разобрали. А, вольди, я здесь наукрою на вердиюле. Все, мы победили, мы славно бились, мы набираем саранидов, полный рот, сейчас продадим их у рабства на галеры, на саранидские же, наверное, я так думаю. Ну, у меня галеры пока что нету, поэтому мне трудно судить. Ну, возьмем, что тут есть, все это. Так, собрать остальные. Я не на ту кнопку нажал и вещи бросил. Ну, ладно, что ж теперь, плакать шо ли? Все, поедем, значит, это самое. Ну, да, бросил вещи. Нажал не на ту, будем говорить, на ту, на ту надписи. Курсором, поэтому пролетел как фанера. С вещами, да, в общем-то, ничего такого интересного и не было. Так, в таверну. И, значит, мы будем здесь с хозяином таверны продавать ему несколько пленных. Все. Здесь у нас саранидские метки лучник, посредник, путник и странствующий скальт. Ну, не знаю, сейчас нам это не надо все. Так. Ну, будем управлять гарнизоном. Я же говорю, у меня здесь есть два, там, три атамана, два баши. Я с них сделаю, значит, таких тяжелых всадников, как бомбайт. Ну, рыцарских, я имею в виду. Как малайп, вот, амуниган. Вот бомбайт. Бомбайт как раз и прокачался. И ама прокачалась, и бомбайт. Малайп, амуниган. Вот, сделаю таких рыцарей, ну, таких всадников. Угу. И переодену всех ребяточек от этих вот, ну, вот этих, кого могу. О, ферентеист, там, будук. Так. Уйти. Отряд. Ава. Поговорим с Авой. О твоих навыках Ава. У них будет 13 силы. Нечего ей пока что давать на эту силу. Пусть пока так побудет. Бомбайт. Поговори с бомбайдом. О твоих навыках бомбайт. Бомбайда будет 17 силы. Ну, и у него тут будет древковая, двухручная. Угу. Малайп, поговорим с Малайпом. О твоих навыках. У него 15 сил и 9 ловкости. Ну, а что у нас от ловкости зависит? Атлетика владения щитом. Владение оружием. Ему надо. Атлетик владения щитом. Значит, мы ему будем давать ловкость. Ну, и все. Готово. В общем, все. Да. О, и... Игрок. Игрок. Получит у нас 30 харизмы. В общем, содержание пленных. И... Что тут мы можем еще ему дать? Обучение. Тактику надо бы, конечно, ему добавить. Ладно, пока одну очку ставим, подумаем, что у нас. Стрельбу из лука. Угу. Готово. Ну и все. А этих всех ребяток я буду делать за кадром. Потому что, чтобы не растягивать видео, потому что... Ну, это достаточно долго. Сейчас я буду собирать всякие висички там, туда-сюда. Стягивать это все кучу. Раздавать им. Там и это, там и все. Ой, там вот это заберем от этого. Ну, короче, я нажму на паузу. И после того, как все это сделаю, я снова включу запись. Спасибо. 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 Продолжение следует...